9 февраля, в День памяти Фёдора Михайловича Достоевского, в Храме Рождества Христова состоялась панихида, в которой приняли участие воспитанники и педагоги Русской Православной Школы. Лучшей памятью о его земных трудах будет наша с вами любовь к его книгу. Иннокентий Айминский хорошо сказал, читайте Достоевского, любите Достоевского, если можете. А если не можете, броните Достоевского, но читайте. Вот мне хотелось бы посоветовать вам познакомиться с творчеством великого писателя, и тогда мы поймем, что он звал человека к небу, ко Христу, к вечности. А в День памяти Александра Сергеевича Пушкина, 10 февраля, была отслушена панихида при участии учащихся церковно-певческих курсов, которые проходят при Рождественском храме. Священник, который принимал у него исповедь, выйдя, сказал, как бы и я хотел себе такой смерти, такого глубокого раскаяния, каким раскаянцем перед смертью рамб Божий Александр. У каждого человека, живущего на земле, есть свои грехи, свои падения. Два великих русских писателя также не были лишены ошибок. Поэтому важно помолиться о них, обратиться к Богу, о прощении им всяких согрешений, как и о всякой раскаившейся христианской душе, которая в жизни имела испытание верности Богу. И вот эти памятные дни показали, что те, кто молитвенно пришли почтить память писателей, а это люди разных возрастов, почитают творчество Пушкина и Достоевского, потому что читают их произведения. Такие разные, но такие духовно близкие каждому читателю. Если в детстве мы знакомимся со сказками и стихами Пушкина, то уже с юношеских лет наш ум начинает тревожить судьбы героев Достоевского. Но самое главное, что творчество этих великих русских писателей очень актуально сегодня, потому что открывают перед нами главные ответы на вопросы нашей жизни, открывают нам смысл жизни, поиск Христа.